Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Мы рады приветствовать вас в информационном канале компании ИнстаФорекс. С вами я, Екатерина Стихина. Азиатская сессия вновь демонстрирует укрепление доллара США против своих конкурентов. Причиной тому послужило решение Банка Японии относительно процентной ставки. Здесь обошлось все без сенсационных заявлений. Регулятор страны восходящего солнца оставил курс монетарной политики мягким. Процентная ставка Центробанка, как и ожидалось, сохранилась на прежнем уровне минус 0,1%. Помимо этого, глава Банка Японии Хархи Кокуродо пообещал, что Центробанк продолжит скупку активов. Представители японского Центробанка высказали желание продолжать ожидание достижения солевого уровня инфляции в 2%. Однако эксперты опять снизили прогноз на ближайшее время, а так, по их мнению, потребительские цены достигнут отметки 1,1% в течение текущего года. После этой новости интерес к японским облигациям инвесторов упал, что и привело к росту пары USDJPY. Американский доллар торгуется против своего азиатского конкурента на отметке 112,36. Стоит отметить, что подобное влияние господствующая мировая валюта оказывает сегодня не только на иену. Пара австралийский доллар против американского также оказалась под давлением, торгуясь на отметке 0,7919. Стоит отметить, что на руку медведям пришлись опубликованные австралийские макроэкономические данные. В июне уровень занятости вырос на 14 тысяч, что оказалось меньшим повышением за последние 4 месяца. Эксперты предполагали увеличение численности трудоустроенных австралийцев на 15 тысяч человек. А уровень безработицы остался прежним – 5,6%. Этот результат совпал с прогнозами экономистов. Стоит отметить, что и евро сейчас находится под давлением. Ожидается решение ЕЦБ по процентной ставке. Хоть трейдеры и знают наперед, что курс монетарной политики не подвергнется ужесточению. Они все равно пребывают в надежде услышать намеки о планируемом сворачивании стимулирующих мер.